Хорошо, когда это идет от научных институтов и идет планомерное развитие, а не директивные указания. Но это данное ощущение, поэтому приходится как бы выходить из этого состояния. А что позитивно могу сказать? Вот сейчас в Москве такой, как я называю, ландшафтный ренессанс, который инициирован, конечно, администрацией города и, наверное, свыше любви, потому что, в общем, это огромные деньги задействованы в этом. И такая инициатива одних профессионалов не могла бы с этим справиться. И приятно то, что этот ландшафтный ренессанс уже распространяется на вот эти вот новые территории, то есть на всю московскую агломерацию. Потому что наряду с инфраструктурой, то есть я имею в виду и дороги, и будущих строительствах, активно строятся парки. А это позитивно, потому что это правильно и грамотно. Парки сразу, так как дом вырастает, не вырастают. Ему требуется определенное время для создания, для его формирования и для того, чтобы люди им пользовались. Что негативно, я считаю, что, конечно, если рассматривать всю московскую агломерацию в целом, то надо говорить о едином зеленом каркасе города, как города в целом, сложившегося, не буду я говорить центра или не центра, но сложившегося города и агломерации московской. А если переводить в медицинскую терминологию, то это, в общем, кровеносная система, которая должна иметь от локального к глобальному и, наверное, наоборот. Вот почему я говорю позитивен наш ландшафтный ренессанс, потому что он идет сейчас от жилых дворов, от пешеходных улиц, от скверов городских, реконструкции всего этого хозяйства, к уже большим пространствам парковых территорий и реконструкции так называемого природного комплекса. Мне кажется, в этой системе особое место надо уделить природным территориям и природным территориям города. С одной стороны, сохраняя их, действительно, не наводняя их вот этими малыми формами безумными, а с другой стороны, все-таки приспосабливая их к пользованию людей, потому что у нас Москва разрослась, и живут люди в основном на периферии, а не в центре города. Поэтому вот здесь вот такой вот баланс должен быть. И поэтому я поддерживаю идею отказа от тендер, потому что это превратилось уже в полный непрофессионализм, а, конечно, конкурсы. Может быть, не в такой большой степени, как это нужно, а, в общем, все-таки, чтобы этим занимались профессионалы.